Григорий Мирабов Молимся, сказала она, друзья мои, попросим у Всевышнего силы и мужества для нас. Да, гибель капитана Гуля и пятерых матросов была страшным бедствием. На пилигриме не осталось ни одного члена из команды. Остался в живых Диксент. Но ведь Дик был юношей пятнадцати лет, почти мальчиком. И этот мальчик должен был заменить теперь капитана, боцмана, весь экипаж. Правда, было еще пять ранегров. Эти честные, храбрые и усердные люди готовы были выполнить любую команду. Но ведь они ничего не понимали в морском деле. Диксент долго и неподвижно стоял на палубе. Он понимал, что опасности нужно глядеть прямо в глаза, не приукрашивая свое положение. Вознеся в глубине сердца молитву к небу о помощи и покровительстве, Дик глубоко задумался. В эту минуту на палубу вышел судовой кок Негора, куда-то уходивший после катастрофы. Он с величайшим вниманием смотрел за всеми перипетиями злосчастной охоты, но не сказал ни слова, не сделал ни одного движения. Никто не мог сказать, какое впечатление произвело на него непоправимое несчастье. Негора не спеша прошел на корму, где стоял Диксент, и остановился в трех шагах от юноши. «Вы хотите поговорить со мной?» – спросил Диксент. «Нет», – холодно ответил кок. «Я хотел бы поговорить с капитаном Гулем или хотя бы с Ботсманом Гоуэком». «Вы же знаете, что они погибли!» – воскликнул Дик. «Кто же теперь, командир судна?» – нагло спросил Негора. «Я!» – не колеблюсь, – ответил Дик. «Вы?» – Негора пожал плечами. «Пятнадцатилетний капитан?» «Да, пятнадцатилетний капитан!» – ответил Дик, наступая на него. Негора попятился. «На пилигриме есть капитан!» – сказала миссис Уэлден. «Это Диксент!» «И не мешает всем знать, что новый капитан Диксент сумеет каждого заставить повиноваться ему». Негора поклонился, насмешивая проброводав под нос, несколько слов которых никто не разобрал, и удалился на свой камбус. Диксент осмотрел паруса, а затем обвел внимательным взглядом людей, стоявших на палубе. Юноша почувствовал, что как ни тяжела ответственность, которую он принимал на себя, он не вправе от нее уклониться. Миссис Уэлден поняла все, что творилось в душе отважного юноши. «Спасибо, Дик!» – сказала она недрогнувшим голосом. «Судьба корабля в твоих руках!» «Я верю, Дик! Ты спасешь корабль и всех нас!» «Да, миссис Уэлден, – ответил Дик, – я постараюсь это сделать. И я чувствую себя в силах это сделать с Божьей помощью». ЛИРИЧЕС «Я Enc Продолжение следует...